Итак, мы сегодня поговорим о психологии, о современной психологии. Психология, как бы, именно как наука, как отдельная дисциплина, она возникла примерно в начале 20-го века. Но я хочу сразу сказать, что, строго говоря, психология не является наукой. По той причине, что существует огромное количество различных психологических учений и направлений. То есть, если мы посмотрим, например, физику, математику, то есть в основном согласие, в основных положениях, в любом случае. Но что касается психологии, то на сегодняшний момент существуют различные направления, которые между собой находятся в несогласии, которые спорят между собой разные представители. Нету такого понятия, как единая психология, с которой мы все согласились. То есть в зависимости, какой ветви учения принадлежит тот или иной психолог. Если вы даже пойдете, например, предположим, на прием психолога, то есть, возможно, он будет приверженец бихевиоризма. А другой, может быть, будет стоять на принципах когнитивной психологии. Третий еще на чем-то. Поэтому, все-таки говоря, психология, наверное, это больше сегодня не наука, а больше это философия. Конечно, мы сейчас посмотрим, в каждом направлении есть какая-то доля истины. Но, тем не менее, вообще можно задать вопрос, почему появилась психология? И что вообще такое психология? Психо – это греческое слово, которое означает «душа». А логос – это учение. Поэтому психология – это буквально означает «учение о душе». Психо – это душа, логос – это учение. Учение о душе. И вот я хочу спросить. Раньше, допустим, на протяжении многих веков, когда у человека были проблемы с душой, куда он шел? Церковь. Правильно. Церковь. Всегда так было, что душа – это сфера религии. И поэтому, если у человека была проблема с душой, он шел в церковь, он шел к священнику. Если у него там, его что-то мучило, да, в душе, то он шел куда? К священнику. Он шел к исповеднику. Потом интерес к вере стал падать большой, и на Западе, и многие люди перестали верить в Бога, развивался атеизм, множество людей перестало ходить в церковь. И тогда возникла большая потребность психологов. Потому что если у человека есть проблема с душой, а в церковь он идти не хочет, то тогда что? Тогда он идет психолог. Как бы они психологи, они заняли эту нишу. Поэтому, как я сказал, что есть большое количество различных течений и направлений психологии, но я просто выделил три, наверное, наиболее известных и наиболее влиятельных течения психологии, которых вам вкратце хочу рассказать. Я думаю, что вы, возможно, даже слышали о некоторых из них. И, конечно, самое первое, мы поговорим о психоанализе и Зигмунте Фрейде. Но я думаю, что имя такое, наверное, все слышали. Фрейде, да? Это достаточно известная личность. Он родился в 1856 году, умер в 1939. В Австрии, выходец из еврейской семьи. Стал заниматься медициной. Он профессор. Занимался практикой лечения неврозов. Ну и как бы на основании этой практики, в общем-то, родилось его учение, о котором мы с вами поговорим. Скажу сразу, что он был убежденным атеистом. В Бога он не верил. И считал, что религия – это навязчивый невроз. Это от этого было отношение к Богу и к религии. Ну и, естественно, свое учение он тоже, конечно, строит на мистических началах. Итак, Фрейд, он вводит такое понятие, или можно сказать так, что Фрейд, он приходит к открытию. Он открывает подсознание. Вот это слово, оно сегодня достаточно у нас распространено, когда мы говорим, что вот есть сознание, есть подсознание. Я думаю, что как раз-таки это заслуга Фрейда. Потому что как-то до него, ну, было принято в кругу атеистов, что есть просто сознание, есть просто разум. Вот нет ничего там подустороннего. И есть просто сознание, это еще Джон Локк, вел такой термин, табула раса, пустая доска. Когда человек рождается, ребенок, то его разум представляет, пускает доску, ну, как в школьном классе. И потом на эту доску, как бы, наносится информация. И вот он, Джон Локк, еще в новое время, он говорил, что табула раса, то есть каждый человек, это подобно этой доске. И вот он родился, и вот туда записывается информация. Фрейд, он работая, имея эту практику с людьми, которые имели неврозы, он обнаружил, что на самом деле, помимо сознания, есть подсознание. То есть есть то, что человек не осознает, но что находится внутри. Ну, я думаю, вам, в принципе, всем понятен этот термин, подсознание. И для него, конечно, это было открытие. Хотя скажу сразу, что это очевидная истина для христиан, но уже давно. Вот, что не только сознание определяет наши поступки, да, что есть в глубине нас, как апостол Павел писал, что есть во мне закон, да, который противополосует закону ума моего. В принципе, как бы, для нас это очевидно, но вот для Фрейда, атеиста, это было открытие. И он называет его «Оно». Есть даже книга, он, кстати, написал большое количество книг. Эти книги, они печатаются, и много, любой, зайдите в книжный магазин, очень много произведений Фрейда там представлено. Видимо, до сих пор пользуется спросом. Так вот, одна из его книг, она так и называется «Я и Оно». Поэтому он говорит, что есть сознание. Сознание так и подобно айсбергу. Такая небольшая верхушка на виду, и под водой большой, он большой под водой, и вверху, как бы, только может быть небольшая верхушка. И вот эта душа человека, она представляет собой примерно вот такую картину, что вот есть сознание, это то, что мы осознаем, то, что мы понимаем. И есть наше подсознание, которое, как это айсберг, оно в глубине сидит, и оно определяет нашу жизнь, оно влияет на нашу психику. Для чего он об этом говорит? О том, что какие-то нервозы, которые есть у людей, они имеют корень в подсознании. Может быть, в детстве что-то произошло, какой-то случился стресс, или что-то, ну, какая-то ситуация произошла. Там он приводит пример, как одна женщина, к нему обратилась, и у нее был невроз. И в разговоре с ней выяснилось, что долгое время она ухаживала за больным отцом, и врачи сказали, что он должен умереть. Он страдал неизлечимой болезнью. Но врачи также эту девушку попросили, сказали, что, пожалуйста, только не говорите ему. И поэтому она всегда приходила к нему в комнату, она улыбалась, она его подбадривала, и при этом внутри сама она знала, что он должен умереть. Вот тут, в конце концов, он умер, но и как бы вот живя такой двойной жизнью, то есть у ней вот на основании этого родился невроз, и потом она жила с этим неврозом, пока, значит, не встретил Ростфрейга. Ну, как это по его описанию. Значит, почему психоанализ? Психоанализ, это как раз таки и заключается в том, что психоаналитик, он пытается прокопаться в этом подсознании и вытащить из подсознания то, что является причиной невроза. Все находится в подсознании, как считают психоаналитики. Ну, каким способом? И здесь Фрейд как бы предлагает три способа, как можно залезть в подсознание. Ну, скажу сразу, вначале он практиковал гипноз. Он вводил людей в состояние гипноза, но потом он убедился, что это неэффективно. Поэтому он дальше перешел к другим способам. Это что? Первое толкование сновидений. Даже его книга так и называется. Толкование сновидений. То есть, например, нам снятся сны, и он говорит, что вот когда человеку снится сон, то это все показывает его подсознание. И, например, когда человек, он приходит к психоаналитику, он рассказывает свой сон, и как бы какие-то вещи, которым ему снятся, они могут быть ключом к пониманию, что сидит в этом подсознании. Второй способ это оговорки. Я думаю, что вы наверняка все слышали эту расхожую фразу, называется оговорка по Фрейду. Он говорит так, что, допустим, человек говорит о чем-то, рассказывает, и потом делает какую-то оговорку. Ну, знаете, что такое оговорка, да? То есть, ты сказал, и какую-то глупость сказал. Но, на самом деле, психоаналитик, если ты оговорился и сказал какую-то глупость, то психоаналитик, он скажет, нет, 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 это ты не случайно говорился, это значит, что-то в тебе сидит. Ну, в общем-то, эта фраза, оговорка по Фрейду, она теперь вошла в язык, и даже как-то, ну, порой мы, как юмор ее воспринимаем, когда человек какую-то сказал глупость, и вы говорите, а, это оговорка по Фрейду, это значит, ты, это ты, значит, этому неравнодушен, да, значит, это в тебе сидит. Ну, вот, это идет именно из вот таких, из Фрейдерских заключений. Оговорка по Фрейду, значит, психоаналитик, он анализирует оговорки. Вот, и третий, это способ, который используется, просто человек приходит и начинает, он говорит, говори все подряд, то есть, старайся не контролировать себя, вот, просто пусть из тебя льется поток речи, как бы, пусть это будет какая-то глупость, ну, короче, побуждают человека говорить все подряд обо всем, а психоаналитик, типа, вот, сидит и слушает, ну, и потом он пытается вот, истолковать, чтобы найти корень. Когда корень не так находится, он вытаскивается из подсознания, потом это нужно как-то осознать, сделать выводы, и таким образом, как человек получает исцеление от неврозки. Ну, вообще-то, звучит оно как-то достаточно логично, но, знаете, когда Фрейд вот это, выпустил эту теорию, то она была очень популярна в Америке, и вообще фрейтическая психология была до 60-х годов очень популярна в Америке, и потом в Европе, и, ну, вообще 20-й век, это век популярности фрейдизма. Но практика показала, несмотря на то, что было огромное количество психоаналитиков, которые занимались психоанализом и пытались лечить эти неврозы, пытались помогать людям, то практика показала, что это неэффективно. Неэффективно. То есть это не работает. То есть это звучит красиво, да, это звучит логически, но это не работает. Да, может быть, какие-то единичные случаи уже из области не психологии, а психиатрии, то есть какие-то тяжелые случаи, да, возможно, таким методом и были исцелены, но большинство своей массе психоанализ не принес тех результатов, на которые все надеялись. Наверное, какая-то доля истины в этом всем есть, но это неэффективно, это не работает. И, кстати, я могу сразу сказать, как пастор, что я заметил, что и христианский психоанализ тоже часто не работает, потому что иногда люди занимаются психоанализом, то есть сидят и ковыряются, ковыряются в своем прошлом, ковыряются в своих грехах и пытаются там найти что-то в своем подсознании. Такие ковыряния, они ни к чему хорошему обычно не приводят, потому что человек, он просто всю жизнь проводит в этом, живя в этих ковыряниях, живя в этом прошлом. И хотя Дух Святой, он может нас вернуть в наше прошлое, он может обратить нас в наше подсознание и вытащить там что-то, в чем мы должны покаяться. Вот это так работает. Но когда ты сам пытаешься сдавать за свое подсознание, то ничего хорошего как-то с этого не выходит. Ну, это я немножко забегаю вперед, я потом уже, наверное, в самом конце немножко оценку скажу учениям психологическим, но сейчас я хотел просто больше рассказать о сумме своих учений. То есть, я надеюсь, вы поняли, что такое психоанализ, да? Понятно. Ну, потом у Фрейда такая теория, что все движущие силой подсознание и движущие силой души человека, в основе этой движущей силой лежит сексуальное влечение. Вся его психология, она была построена на сексуальном влечении. Вначале он говорил только о нем, потом он еще добавил второе чувство, второй инстинкт, это страсть к убийству. Короче говоря, внутри каждого человека сидит желание секса и убивать. Ну, то есть, он вот так вот человека рассматривал крайне негативно. Потом у него еще такое слово сублимация, тоже, возможно, вы слышали. А что такое сублимация? Сублимация – это направление энергии сексуальной, не высвобождено, не реализовано на что-то. Допустим, человек, есть вот эта сексуальная энергия, и у него нет возможности ее реализовать, и тогда он, например, начинает там картины писать. И если так верить Фрейду, то все писатели, художники, там, все великие люди, они все были сексуально неудовлетворенные люди. Поэтому они эту энергию, они ее направляли, вот, сублимировали. Вот это, он ввел понятие «я» и «оно», да, это сознание и подсознание. И третье – это сверх-я. То есть, смотрите, он душу делит на три части. Я, оно и сверх-я. Что такое сверх-я? Сверх-я – это когда ребенок растет, и это общество и религия формируют в нем запреты и ограничения. Общество и религия формируют. То есть, вот это есть сверх-я. То есть, например, в человеке есть какие-то желания, да, какие-то страсти, но он их не реализовывает, потому что общество и религия сказали ему «нельзя». И из-за того, что вот это сверх-я – это просвойка сознания, то есть, просвойка сознания, которое человека сдерживает для того, чтобы не реализовывать эти страсти. И тогда получается конфликт между сознанием, между «я» и сверх-я. То есть, оно – это подсознание, в нем сидит страсть, желание, а сверх-я, оно запрещает это делать. И что тогда получается невроз? Почему вот именно это учение, оно сыграло большую роль на Западе? Оно, скажем так, «научно» обосновало сексуальную революцию. То есть, именно учение Фрейда дало людям свободу на того, чтобы не воздерживаться ни на какие ограничения. Я вам приведу такой пример. Допустим, вот человеку хочется прелюбодействовать, а нельзя. Вот он сидит и мучится. А Фрейд говорит, «Да это тебе религия запрещает это делать. Это все вытунки. Вот ты несчастье, потому что у тебя это стресс, у тебя невроз. А если ты снимешь эти запреты, тогда ты будешь свободен. Если ты хочешь быть свободным от невроза, тогда ты поделаешь все, что хочешь». Кто-то хочет, например, гомосексуализм тоже. Ну, раньше общество говорило, это нельзя. Религия говорила, это нельзя. И вот сидит человек с неврозом. Вот это учение Фрейда, оно грешникам, якобы с научной точки зрения, разрешило им делать все, что они хотят. То есть, я почему вам это говорю? Для того, чтобы мы понимали корни нашей современной цивилизации. Потому что наша западная, мы тоже продержим, что западная цивилизация, это цивилизация постфрейдовская. Как бы вот это учение, оно дало основание для сексуальной распущенности и беззакония. И когда, значит, интересно, что в 1909 году Фрейда пригласили в Америку, в США, чтобы выступить в университете, прочитать там лекции, то когда он вступил на землю американскую, то он сказал такую фразу, знаменитую. Эти люди даже не подозревают, что я принес им чуму. Они даже не подозревают, что я принес им чуму. То есть, он сам, в общем-то, свое учение так и называл. Чума. Ну, хотя, по сути, оно где-то так и есть. Значит, вот это психоанализ. Как я сказал, что он достаточно сыграл большую роль, хотя сегодня уже чисто в его идее не так популярны, как были. У него были последователи, ученики, хотя они сразу же спорить стали. Например, вот это же его теория о том, что все крутится вокруг секса. Многие штыки тоже приняли люди. И говорили, что... И уже многие его последователи, они говорили, что нет, все-таки есть другие вещи, которые движут к любви. Но он изначально был именно зациклен на этом. Хорошо. Давайте теперь перейдем к следующей. Это было первое. Значит, перейдем к тебе второе направление психологии. Это behavioralism. От английского слова behavior. Поведение. Поведение. Ну, к этому направлению принадлежит известный нам с вами академик Иван Павлов. Помните такой академик Павлов? Да. Еще собака Павлова есть такая. Да. Вообще, ну, как бы считается целый ряд имен. Это вот Джон Уотсон, тот же Павлов, Скиннер. Что касается дальнейших движений, так как бы нету такого одного человека, как в первом случае. То есть целый ряд людей. Ну, вот если того же взять Павлова, то что делал Павлов? Он мучил несчастных собак. Вообще, он не был, конечно, Павлов, он не был психоаналитик, он не был психиатром, он просто был физиолог. То есть он не занимался психикой вообще. Но он изучал физиологию именно вопросы пищеварения. И вдруг он заметил такую вещь, что когда его ассистент заходил к собаке, то собака начинала выделять слюну. Хотя еды еще никакой не было. И он обратил на это внимание. И тогда он делал эксперимент. Например, ну, допустим, там собаке давалась еда, и в этот момент звучал колокольчик. Ну, когда она видела еду, у нее начинала течь слюна. Потом, например, в следующий раз прозвенел колокольчик, а еды не дали. И слюна опять течет. И казалось бы, зачем отечеству нет, если еды нет? А получается, собаку с высшего колокольчика не начало течь слюна. То есть это уже вопрос, что это? То есть условно-безусловно ловел такое понятие. Что делать михевиористы? То есть они, в принципе, исследуют животных, и на основании жизни животных они переносят вот эти знания, которые дают нам животных, на людей. Вот, например, мне такая интересная книга попалась. Это тоже известная ученая, бихевиорист, Карен Прайон. Она ученая, психолог, трессировщица. Она дрессирует и лошадей, и собак, и китов, и дельфинов, и даже рыб похвариум. Ну и вот она написала такую книгу, значит, как дрессировать животных, людей и самого себя. То есть оказывается, как она утверждает, что те принципы, которые используются при дрессировке собак, например, или животных, то те же самые принципы можно использовать для дрессировки людей или даже самого себя. Достаточно как бы просто, как она дрессировала рыбу в аквариуме. Она повесила кольцо такое, через которое рыба должна была проплывать. И вот если рыба проплала, она раскидала ей корм. Ну и в этот момент там делал какой-то сигнал. И в конце концов рыба поняла, что если она проплывает через кольцо, то значит получит корм. Метод кнута и пряника. Ну а по-научному они говорят, это положительное отрицательное подкрепление. Положительное подкрепление это когда-то даешь что-то хорошее, отрицательное, это когда, например, собаку приведешь, деркнув за поводом, ей больно. То есть она понимает, что что-то делать не то. И поэтому, конечно, эти принципы, которые они разрабатывали, они были использованы часто в образовании. Иногда даже люди используют эти принципы бихеваризма для того, чтобы манипулировать кем-то. Человек не знает даже, что к нему технология. Ну, при этом она пишет померках. Одна девушка вышла замуж и очень такой попался муж со сверхним характером. И вдобавок, они жили вместе со свекром, у которого тоже был сверхный характер. Ну, обладая принципами и бихеваризм, она их, в общем-то, выдвесила. Ну, на самом деле, все очень просто. То есть, если муж гвоздь забил, значит, надо как-то конфет пытать. Никак не скажешь, ты наконец-то, год не прошел, как ты такой забил. То есть, смысл в том, что именно в чем состоит идея, что ты должен найти, найти стимул, найти то, что человека стимулирует. или ребенка. Конечно, это в обучении используется. То есть, например, когда ребенка учит, если ты хочешь, что он хорошо учился, то ты должен найти его поощрять чем-то, тем, что ему это интересно. Ну, и, конечно, она еще пишет, что именно отрицательное подкрепление, то есть, скажем так, наказание нужно использовать крайне редко. А что касается дрессировки себя, это тоже интересно. например, как можно дрессировать себя? И она такой пример тоже приводит. Каждый день читаю Библию. Ну, это вы сейчас сами попробуйте. Да. Зачет Библии, как это применить. То есть, допустим, ей нужно было ходить там, заниматься какой-то вечерней школе, а ей не хотелось идти. Надо было пройти там, допустим, ну, я не знаю, 500 метров. И, там, через каждую 100 метров она доставала маленькую кусочек шоколадки съедала. Я не знаю, может быть, я не знаю, работали там в Библии, то пришло, вы прочитали этот ряд угол, сочек шоколадки съели, то. Можете попробовать, потом нам расскажете. Сахарный диабет. Пока всю Библию прочитаешь, точно, сахарный диабет обеспечен. Ну, мы смеемся, на самом деле, это серьезно, научно, учение психологии. Достаточно даже сегодня популярно. И третье, это когнитивная психология. в общем-то, как я сказал, что между психологами нет согласия, они друг друга спорят. Естественно, все спорили против спрейдера и психоанализов. И таким же образом спорили и спорят до сих пор с бихеверистами. Ну, я думаю, очевидно, что нельзя все-таки психологию человека ставить на одну боку с психологией собак. Я думаю, что критики правы. Что все-таки человек это разумное существо, да, и, конечно, есть общий принцип, да, конечно, мы согласны, что есть, что мы чем-то на животных похожи, но все-таки сводить всю психологию человека с психологией животного, конечно, это слишком примитивно. И как иди на психологии, то есть когнитивная это познание, делается акцент на мышлении. Человек это тот, кто мыслит, то есть тот, кто обладает знаниями, тот, кто получает информацию, пообрабатывает информацию, передает информацию. Когнитивная психология, она тоже достаточно еще молодая, она возникла в 1956 году, когда собралась группа института электрической электронной инженерии, которая занималась информационной теорией. Похоже, что программисты ее основали, потому что собрались в институте электронной инженерии, и здесь есть своя доля истины, почему? Потому что, в принципе, бихевиоризм человека как бы рассматривает в качестве животного, то когнитивная психология, она рассматривает человека в качестве компьютера. Пришла информация, информация обработалась, информация выдалась. Модель компьютера является моделью психологии души человека. Например, отдельно Аарон Бек, отдельно также у него такое направление, как когнитивная терапия. Но это все вопросы мышления. Например, человек приходит к психологу, мучится, например, депрессии, унынии. Ну, задача когнитивного терапевта это научить его мыслить позитивную. То есть, если в голову какие-то мысли приходят, ну, все плохо, все ужасно плохо, он говорит, перестань, скажи, стоп, нет, у меня все хорошо. Ну, то есть, как бы, именно воздействие на раз, на мышление. Поэтому, смотрите, в принципе, вот эти три направления психологии, это самые известные, образующие, от них уже, как бы, еще различные вариации. Я думаю, теперь вы, в принципе, поняли, что из себя представить психологию. Теперь я хотел сказать, а что все-таки по поводу психологии, какая истинная психология? Так вот, я, как бы, видите, изучаю, так иногда, читаю, я в академии проходил курс по психологии, вся информация, которую я получил, почитал, и, в конце концов, я пришел к такому выводу, что самая лучшая книга, самая лучшая книга по психологии, это Новый Завет. А самый лучший ученый, психолог, это Иисус Христос. После Иисуса, на втором месте, это апостол Павел. Никто из людей так не понял глубоко человеческую душу, как он. Поэтому, что касается Библии, ну вот, например, 1 Тимофея 4,16, вникая в себя и в учение. Вот это, вникая в себя. С одной стороны, мне интересно, когда психологи ставят какие-то эксперименты. Забрали группу людей, дали какое-то задание. Это позволяет нам понять, как наша психика работает. Но, в этом, как бы, ничего нет плохого. Но, здесь важно понимать, что вникая в себя и в учение. Поэтому, истина во Христе Иисусе. Да, конечно же, у нас есть сознание и подсознание. В этом плане Фредд был прав. Но, понимаете, в чем проблема? Почему психоаналитики не были успешны? Потому, что у них нет благодати. У них нет крови Христа. Они могут залезть в подсознание. Они могут там все раскопать, вытащить все наружу. А что дальше с этим делать? А дальше не знаешь, что с этим делать. Потому, что у них нет благодати, у них нет Духа Святого, у них нет крови Христа. Поэтому, христианская психология, то есть, Дух Святой может внедриться в подсознание, может вытащить, что ты с подсознанием И потому что кровь Христа покрывает правду в том, что много идет из прошлого. Да, в нашем детстве какие-то кто-то травмы мы получали, или какие-то грехи, которые мы делали. Да, это все формировало наше подсознание. Но что может исправить подсознание? Дух Святой, благодать и кровь Иисуса. И Римлянам 2.9, Библия говорит, скорбь и теснота всякой душе, делающей зло, делающей грех. Поэтому именно часто корень психологических проблем, корень этих неврозов, может быть просто грех. Что нужно с грехом? Грех нужно исповедовать, грехе нужно каяться и кровь Иисуса призывать. Поэтому именно Библия, никто лучше так вот эту проблему в душе не открывает. Если психология от понятия греха отказывается, то она не может ничем тогда помочь человеку. И что здесь происходит с Фрейдом? То есть когда вот это учение Фрейда о «Я, оно и сверхъя», то если ты хочешь быть счастливым, ты должен как бы откинуть запрет и делать то, что ты хочешь. А на самом-то деле-то похоть ненасытима. Вот, например, у человека есть какая-то похоть, ему хочется сделать какой-то грех. Ну, и вот он сидит и страдает. И, допустим, вот он решил, ладно, сделает, откидывает запреты, плюнул на заповедь и начал грешить. Вы знаете, практика показывает, что он не становится удовлетворенным. Ему еще больше хочет, еще больше. Потому что, как написано, не давайте вместо дьяволу. Если ты один запрет снял, потом другой человек, он просто прогрессивный в грехе, и грех его засасывает, и грех его счастливым не делает. Поэтому на самом деле Библия говорит, что те, которые христовы, распяли свою пользу страдостями, похоть. То есть если в человеке сидит вот это желание, то надо наоборот, это желание выкинуть из своей жизни, отказаться от него, и это путь к счастливой жизни. Что касается того же подсознания, вот дала там 5.17. Путь желает противного духа, душ желает противного пути. Наше подсознание, оно соприкасается с духовным миром. Через духа очистим души. Души – это психи, да? Очистим души. То есть наша психи, наша душа, для того путь к исцелению – это омытие крови Христовой. То, что не могут дать никакой психолог. Человек может прийти к психологу, он скажет, ну и унывает, будет все хорошо, ну как бы там может ободрить его, как-то сказать. Но это нормально в принципе. Есть вот христианские психологи. Я понимаю, что такой христианский психолог, он может сказать о крови Христовой, он может сказать о покаянии. А так просто придет человек, ну да, он его там ободрит, скажет, может что-то, чем-то может хорошим словом поможет. Иногда кому-то это даже может чем-то помочь. Но кардинальная проблема исцеления души психология дать не может. Потому что только кровь Иисуса очищает души, как мы прочитали в 1 Петра 1.22. Очистим души, нам написано потом, любители друг друга, очистого сердца. Игалат на 5.22, вот же духа, любовь, радость и мир. Это в принципе то, к чему стремятся. То есть конечная цель психологии – сделать человека здоровым и счастливым. А что такое быть здоровым и счастливым? Это значит иметь в жизни радость, жить в любви, иметь мир в сердце. Библия говорит, это плод святого духа. Аминь. Поэтому вот такой обзор, чтобы вы все-таки имели представление о современной психологии, то бы все-таки имели представление вообще, чем она дышит, чем она живет. И я думаю, вы согласитесь с тем выводом, которым я сказал, что самый лучший ученый-психолог – это Иисус Христос. На втором месте – апостол Павел. И самая лучшая книга по психологии – это Новый Завет. Аминь. 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 Продолжение следует...